Рекламно-информационная программа. ТОФИК ГУСЕЙНОВИЧ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОБРИШИМ МЕКРОФОНУ, ПОЖАЛУССЯ. Вместе с ТОФИКом ГУСЕЙНОВИЧем у нас Екатерина Запашина. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Тут тоже представлений-то особо не надо. Артистка цирка, дрессировщица. Пока еще не заслужили там какие-то... Нет, пока еще не заслужила. Все впереди. Все впереди, да. Представительница известной тоже цирковой династии. Ну что, добро пожаловать в наш город. Вы работаете у нас в Кировском госцирке с конца октября. Сразу же давайте напомним дату окончания. 2 декабря. По 2 декабря. Так что срочно можно порекомендовать нашим слушателям поспешить увидеть ваше искусство. И мы должны сообщать всегда возрастные ограничения наших представлений. Сколько у вас? У нас нет возрастных ограничений. Ноль плюс. Это же цирк. Это ноль плюс. Да. Как вам холодный, не очень симпатичный в это время? Года Киров. Тофе Гусейнович. Прекрасно. Прекрасно. Здесь великолепный воздух. Вот единственное, что я могу сказать. Мне Киров. Я очень люблю Киров. Я здесь уже посчитала, что я здесь пятый раз за свою, вроде бы, там, не очень продолжительную, долгую жизнь. Вот. И каждый раз я с огромным удовольствием приезжаю. Я не знаю, почему. Вроде бы цирк убитый, гостиница убитый. Ну, как бы, все это такое очень старое, разваливающееся. Но мне очень нравится. Я себя чувствую здесь очень уютно. Именно уютно прям. Слова такие. Да. Убитый. Но хорошо. Я говорю, что Киров, это как киндер-сюрприз. То есть он такой очень невзрачный, коричневый, но когда раскрываешь, да, и в каждом здании ты можешь найти выставки, какие-то мероприятия, какие-то очень красивые заведения. Он прям наполнен интересными событиями город. Тофе Гусейнович, вы в Кирове какой раз? Я уже, если я не ошибаюсь, по-моему, четвертый раз. Четвертый раз. В чем уникальность, у нас времени не так много, в чем уникальность именно вот этой программы, с которой вы сейчас, да. Экзотик-шоу. Ну, во-первых, здесь разнообразная жанровая программа по цирковым жанрам. Очень разнообразная. Представляет многие виды циркового искусства. Потом программа очень красочная. Здесь великолепные, богатые костюмы. Ну, у нас шоу-экзотик. Это большое шоу под руководством заслуженного артиста России и заслуженного артиста Грузии Гии Радзе. Он генеральный продюсер этой программы. Ну, и он старается, чтобы у нас вот эти костюмы были красивые, красочные. Поэтому, когда мы ездим по городам, все зрители, они восхищены костюмами этого шоу. Да, красочность, да, красочность, все это. Балет у нас отличный. Тоже очень такие богатые и красивые костюмы. Это все способствует успеху представления. Сколько уже вот именно этой программе? Как давно? Давно ли вы с ней? Ну, лучше на этот вопрос ответит Катя. Екатерина, помогайте. На самом деле, продюсерский центр Гии существует уже около 17 лет. Начинал он сам как артист, и это все было там номер с птичками, да, и разросся он до самого влиятельного человека в системе Росгосцирка, у которого сейчас самые лучшие прокатные программы вообще, в принципе, в России. Вот. И начиналось это все с того, что было... Самые лучшие прокатные программы, то есть самое большое количество зрителей. Сборы, зрители, качество, да. То есть, ну, грубо говоря, это люкс в российской системе, да. Если мы смотрим по именно сеткам проката, да, кто как собирает, и посещаемость программ, то его коллективы всегда в топе. Топ-5, это 100%. Вот. И когда-то у него был один коллектив, этот коллектив стал огромный, непомерно большой, то есть там артистов было на тот момент уже больше 140 человек, то есть то, что невозможно возить, и фур стало очень много. Он поделил это на два коллектива, это был Королевский цирк и Баронеты, и потом, еще поделив Баронеты, создал Гиппопотамус, то есть это уже три полноценных больших коллектива. Вот. Хедлайнером у меня стали народный артист России Тофий Гусенович со своей женой, и как бы добавились еще артисты, и он сейчас это все дело обшивает, дорабатывает, приглашает режиссеров. Обшивает, в смысле? Ну, то есть обшивает, значит, костюмы постоянно что-то модернизирует, что-то привозит новое. То есть он тот человек, который считает, что вложив, ты получишь большую отдачу, нежели ты будешь просто сидеть как бы ровно. Вполне себе оправданная, по-моему, позиция. Да, но самое важное, что мне кажется, что он именно хочет преподносить новый цирк, то есть нетрадиционный, сейчас мы уже отходим от того, что у нас дивертисмент, ну, как это было раньше, номер аплодисменты, опа, клоун, номер аплодисменты. Сейчас он хочет создать единую концепцию спектакля, вот со следующего, буквально через пару недель, со следующего города мы заезжаем в город Москва, где гастроли нашего коллектива продлятся до, там, почти августа месяца, и программа... То есть надолго уже, так, почти на год, да? Да, ну, то есть это совершенно определенный люксовый, опять же, бренд, то, что всю программу взяли на гастроли в Большой Московский цирк, братьям Запашным. Программа имеет огромный бюджет, то есть это не просто там 2-3 миллиона, это нереальное количество денег будет вкладываться в программу, и будет создаваться единая концепция. То есть это будет... То есть это такой цирковой спектакль получится, да? Это будет полноценный спектакль, у которого будет сюжет, развитие, то есть полностью... Это должно быть что-то феерическое, и в дальнейшем оно поедет уже в измененном виде. Простите за вопрос, вы говорите на гастроли в Большой Московский цирк, а вы базируетесь-то где? Да нигде мы не базируемся. Куда вы возвращаетесь домой с большой радостью? Вы донячие артисты, да? Ну, каждого... Тофе Гусеевич в Москве живет, я в Сочи живу, другие люди там еще... Вы родились в Сочи, да? Нет, я родилась в Одессе, но я недолго там прожила, а потом обосновались в Сочи уже. Ясно. Так, вы в Москве живете? Да, и вот в мае месяце, когда у нас отпуск, мы, собственно говоря, все по домам и разъезжаемся. Отпуск большой? Месяц. Месяц, да, да. Так, ну что, давайте про... По программе давайте уже, что мы увидим, когда придем. Ну, давайте про этих самых грозных-то животных. Ну, одних из самых грозных животных на планете. Ну, если хэдлайнер у нас в студии Тофи Гусейнович. Тофи Гусейнович, что вас к ним привело? Они же большие. Но я в другом жанре работал. Я работал в жанре эквилибристики. У нас был очень тоже хороший номер. То есть в молодости, да? Да, это в глубокой молодости. В глубокой, в ранней. В последний раз я эквилибр уже после 91-го года я не работаю. Вот как раз разруха Советского Союза когда была, эквилибр я больше не работал. Я отработал Японию, приехал и все, отказался, передал номер. И шли на покой. Да, ну, сколько можно. Там весь покалеченный. Руки, ноги, плечи. Все это эквилибристика. Это такой жанр. Напомните, а база для того, чтобы эквилибристикой заниматься? Вы спортом активно занимались? Да, я когда-то там занимался спортом. Потом я в народный цирк пошел. И вот сразу я в народном цирке побыл где-то примерно годик. И даже успел поработать на эстраде немножко силовую пару с партнером. Ну, а потом я поступил в Московское цирковое училище. Закончил его и в жанре эквилибристики выпустил. А после этого, значит, в 79-м году я создал номер с гиппопотамами. Не этот, который сегодня мы работаем. У меня это уже третья группа. То есть я этим делом давно занимаюсь. Очень много работал с другими бегемотами. Объездил практически все континенты, кроме Африки. А в Африку с бегемотами? В Африке только в командировке. На историческую родину. На историческую родину. Я сюда ездил в командировки. А они вообще долго живут гиппопотамы? Ну, вот у меня была одна бегемотиха большая, Жужа. Она 30 лет прожила. И она вот все эти годы выступала? С годовалого возраста была. И выступала все эти годы? Да, да, да. То есть они как бы в силе остаются? Облетали с ней везде. Так что, поясните для людей, которые не очень осведомлены, работают с мальчиками или с девочками все-таки бегемотами? Ну, понимаете как? В основном, конечно, лучше самки. Девочки. Да, но вот у меня так получилось. Ну, так звучит девочки, знаешь, когда представишь, что тут девочек. Девочки? Девочки, да. Мальчик тоже попал. Алле-оп. Мальчик, у меня сейчас две девочки, один мальчик. Вот, сложно, конечно, когда разный пол, тем более девочки и мальчики, в особенности во время гула. Вот, но работают так. Трудно что-то противопоставить этим животным. Они вообще, ну как, насколько они тренируем и дрессируем? Они умные вообще? Далеко не глупые. Далеко не глупые. Потому что они так большие, это большие, а вот насчет мозгов-то я ничего не знаю про них. Да, мозг у гиппопотам он. Они соображают, знаете как, лучше, чем некоторые люди. Иногда. Иногда, да. Гиппопотамы в начальнике. Вот, но они очень сложные животные. Они не любят, когда их что-то заставляешь там делать. Вот, все это. Такие, как вам сказать, ну не то, что гордыня, а вот ну, знает себе цену. Вот такие вот, понимаете. Слоны, они более покладистые слоны. Слоны могут в день выступать, я вот был... Более человеколюбивые, что ли, да, слоны? Или как? Ну, они ближе. Они тоже, они тоже любят. Вот они полюбят человека, они любят его. Но это не значит, что он может командовать над ними. Понимаете? Они не любят команды над ними. Вот, в этом вся сложность в работе. Что умеют ваши бегемоты, для тех, кто никогда и пока еще не видел и не слышал? Что непосредственно они делают? Они делают все то, что... Ну, как вам сказать? Ну, то, что они делают, больше с такими животными... Ничего уже не сделаешь. Ничего не сделаешь, потому что здесь большие ограничения, понимаете. Короткие ноги, большой вес. Вес полторы тонны? Длина, как у таксы, понимаете. Ну, как у собаки таксы есть тоже много... Сколько весят ваши малыши? Ну, вот тонны полторы весят сейчас. Да, и они пока еще молодые, по 10 лет. А с какого возраста они к вам попадают, вот мне интересно? В годовалом. А в годовалом они вот примерно какие по размеру? С корову? Ой, маленькие. Я вчера рассматривал фотографии. У меня на моем педестале. Да. Они спокойно вдвоем сидят. Да нормально, хорошо слышно. Да, сидят прям спокойно на одном этом педестале. Можешь представить? Сейчас одна там... Сейчас им тесно. Не вместе не слышится, наверное, да? Да. В годовалом возрасте. Иначе невозможно с ними больше ничего сделать потом. Даже вот возьмешь в три года, уже ничего не сделаешь. Жужа одну зовут, да? Нет, Жужа у меня умерла. У меня Жужа была... Я здесь работал, кстати. Как зовут вот с теми вегемотами, которыми сейчас работаете? Зла... Это Яна, Злата и Аида. Яна, Злата и Аида. Злата это девочка. Это мальчик. А, Злата это мальчик, Злата это мальчик. По документам девочка. Нет, дело в том, что очень сложно узнать, пол в годовалом возрасте, и даже специалисты не могли определить. Как у многих животных. Извините, половые признаки там трудно различать. Абсолютно, да. Там ничего нету. А потом появляется через год-полтора вот так начинает. И тогда я первый узнал на репетицию такое. Да ты мальчик, оказывается. Ну, мы так и не переделали. У нас как девочка шла, так и не... Что, юбку на него надевать? Нет, хороший парень. Еще такой интересный вопрос. У нас, когда привязают строковые коллективы, частенько вот животные, там, ну, лошади, предположим, или там верблюды, они с ними там по парку гуляют, там, чтобы они погулялись. Да. С бегемотами не выходили еще на прогулки? Было такое у меня. Ну, с этой группой, да, было. С Жужей, вот я помню, у меня та группа была в Сочи. Выходили прямо вот там, где травка, туда. Публика там. У тебя как раз такая эмоция, когда такой живот. В Португалию я тоже водил на пляж по просьбе импресарио, да, на пляж, чтобы для рекламы там все это было. С Жужей я ходил так. Ну, где еще? В Краснодаре один раз в парк, там попросили в парк. Так они... Я жалел, что я их вывел там. Они вышли с фургона и начали... Там много листьев было, это уже было ближе к осени. Как они начали эти листья есть? Как, знаете, как будто с голодной губернией. Просто с такой жадностью эти листья поглощают. Такую пастичку. Да, и теперь я на эти листья боюсь. А я боялся, чтобы какая-то зараза не попала. Все-таки там и собака... Безусловно, да. Так, у нас небольшая пауза сейчас должна быть. Еще раз напоминаем, что мы говорим о цирковой программе «Экзотик-шоу», которая сейчас идет в нашем Кировском государственном цирке. Екатерина Запашная, артистка-дрессировщица. С Екатериной чуть позже поговорим поподробнее. Тофе Хахундов, народный артист России, народный артист Азербайджана. Дрессировщик, автор единственного в мире. Аттракционно с участием бегемотов. Полминуты продолжим. Продолжаем наше общение. Нам еще нужно ведь успеть поиграть со слушателями. 211-101. Надо всего напомнить, что у нас в гостях сегодня представители прекрасной цирковой программы «Экзотик-шоу», которая сейчас работает в нашем цирке. Екатерина Запашная, артистка-цирка-дрессировщица. И Тофик Ахундов, народный артист России, народный артист Азербайджана, дрессировщик и автор единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. Вот о бегемотах мы как раз вот говорили. Ну, там можно долго, видимо, говорить, да. Но они большие, о них много говорили. Время, к сожалению, не позволяет. Екатерина, о своей работе, о своем номере, о своих подопечных. Вы скажите, чем вы ходите? У нас с мужем три номера. Я выхожу с собаками. У нас есть совместный воздушный номер. И мой муж еще работает с верблюдами. У нас группа из восьми верблюдов. Весный воздушный номер это как? Воздушная гимнастика у нас дуэт, да. То есть вы и супруг. Да, да, да. Береже у вас уже и собачки, и верблюды, и еще и... И воздушный номер, да, мы авторы. Господи, мусор. Многостаночники. Интересный такой широкий спектр. Да, мы вот только что приехали с международного фестиваля «Идол», который проходил в Москве, в Большом московском цирке, и взяли там два приза тоже вот, ну как-то... А там с каким номером были? С воздухом. С воздухом, да? Да, да, да. Собаки, какие собаки породы? Самаеды, Далматины, китайская хохлата, да. Ну это как бы... Я делю эти три номера на то, что для разной категории зрителей, кому что понравится. Кому-то собаки для детей, воздух для мам, верблюды для папы. Почему воздух для мам? Ну потому что там такая... Очень люблю воздушные вот эти вот все вещи. Нет, ну там такая драматическая линия просто. А там сюжетная что-то, да? Да, там сюжетная. Любовь. Любовь, да. А, конечно, для мам. Любовь на кровати. А в Востоке... Господи. А вы говорите ноль плюс. Вот. А в Востоке у нас очень много красивых девушек, и поэтому папы говорят, давно я что-то в цирке не был. Так, ну псы, животные в цирке достаточно распространенные. В чем именно ваша фишка? Наверное, в количестве. Что такое делают они, что они могут сделать вот другое? Вы знаете, в собачьем номере-то в принципе ты мало чем можешь удивить. Ну, как бы это действительно очень распространенный жанр, очень такой он практически в каждой программе есть. Да у нас каждый, кто собаку имеет, он ее дрессирует. Вроде бы дрессирует, да. Но тут-то дело, понимаете, что ты должен обладать харизмой определенной. У тебя должен быть какой-то другой номер, отличающийся от остальных артистов чем-то. Вот у меня, как бы, я считаю, что там реквизит, количество собак... Сколько собак? А мы не будем вопрос задавать? Мы будем вопрос задавать, будем, будем. Да, вот. И поэтому я думаю, что у меня есть существенные отличия от остальных собачьих номеров. Сколько вы уже именно с собаками работаете? Ой, я вообще очень... Это как бы то, с чего я начинала. Я очень поздний артист, на самом деле. То есть цирковые дети, они рано начинают работать. У них уже есть пример перед глазами. Они всю жизнь проводят свое срождение в манеже. И как это обычно бывает, поскольку цирк это семья, то есть ты придешь к тете Маше на репетиции, она тебя там на трапеции покачает. Придешь к кому-то на репетиции, тебя на лошадь посадят. Вот. Я почему-то очень долго застряла в этом во всем. И только к 20 годам, как бы, у меня появилась первая собака. И она появилась только после того, когда мне дедушка строго-настрого спросил, вообще в цирке будешь работать, нет? Вот. И хватит уже филонить, отнынивать, давай, будешь работать. И тогда, когда он жестко уже поставил условия, вот тогда мы взяли собаку, чтобы хотя бы попробовать вообще из меня, выйдет что-то по жизни или нет. И это уже на протяжении 10 лет. Ну, значит, что-то вышло раз на протяжении 10 лет. Ну, дай бог. Как бы я не могу такого самоговорить. Так, сейчас мы вам дадим возможность немножко передохнуть. Две-три минуты. У нас с Николаем сейчас обязанность озвучить призы, которые мы сегодня разыгрываем. Поехали, Николай. Билеты в драматический театр. Сегодня 9 ноября в 6 часов вечера. Земля Эльзы. Драматическая комедия в двух действиях. 16+. Завтра, 10 ноября в 17. Мика Краузе. 16+. В воскресенье 11 ноября в 17.00. В 18.25. Запрещенный роман. Приключенческая романтическая история. По роману Дюма. Ограничение 12+. Билеты в филармонию на концерт оркестра русских народных инструментов. Анега с программой из Карелии с любовью. Это все будет 14 ноября в 18.006+. Билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Дружба». Книги от магазина «Читай город», которые находятся по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. Вот Екатерина, кстати, запашная у нас попросила книжки посмотреть. Чувствуется, видимо, как недостаток в чтении. Вы любите хорошие книжки? Я вообще люблю читать. Оцените. Хорошие книжки? Очень хорошие. Сейчас Николай быстро озвучит, без аннотации. Да, Григорий, скажите. Дни совели ограничения 16+. Владимир Березин, дорога на Остапова 16+. Юлия Нелидова, секрет индийского медиума 16+. И Полина Масалыгина, могучий русский 12+. Так, в галерею прогресса вы можете пойти на эта выставка «Новый альянс», которая все еще продолжается, 0+. Два билета на юбилей «Эль Танго» завтра, 10 ноября, в Гауди-холле. Ограничения 12+. Пригласительный на выставку «Айвазовский на гребне волны» это областной краеведческий музей «Спаская 6-0+.» Ну и, конечно, приглашение от наших гостей на спектакль «Экзотик-шоу» в Кировский государственный цирк в воскресенье 11 ноября в 2 часа дня. Отлично, да. И еще у нас есть один приз, и с ним будет связан наш спецвопрос. 22 ноября на сцене филармонии будет представлена интеллектуальная комедия «Друзья» с участием российских звезд театра и кино. Это Дмитрий Мухамедеев, Константин Юшкевич, Андрей Мерзлихин. Если говорить немножко о сюжете, то трое мужчин, трое друзей детства, разные по темпераменту, статусу, в обществе и профессии. Сюжет строится вокруг картины, которую один из них купил за баснословные деньги. Второй не понимает, как можно отдать за кусок белой фанеры полмиллиона, а третий пытается помирить первых двух. Следить за диалогами друзей или уж бывших друзей это надо смотреть чрезвычайно увлекательно, как и ждать развязки. Выдержит ли доселе крепкая мужская дружба, испытание великим искусством или нет? Если вы хотите провести вечер в компании замечательных актеров и узнать, чем закончится история этих друзей, то, пожалуйста, приобретайте билеты на лучшие места 22 ноября. Филармония, 7 часов вечера. Подробности можно узнать на сайте artgastroly.ru. Сейчас задаю спецвопрос сразу же, а потом вопросы будут задавать наши гости. Один из исполнителей ролей Андрей Мерзликин, тоже очень-очень известный российский актер. Много фильмов, с которыми ассоциируется его имя. Но я вот почему-то вспомнил сегодня фильм под названием «Бумер». Да, это первое, что приходит на ум просто. Вот у меня сегодня для вопроса, спецвопроса «Бумер» фильм второй. Сейчас будет кусочек диалога между главными героями Димон, которого сыграл Андрей Мерзликин, и Константин Кот, которого Водовичанков сыграл. Вот в начале фильма они там встречаются в автомобиле, ну, вскоре герой Димона погибает. Вот сейчас диалог небольшой. Услышим. Спасибо тебе, Димон, за все. У тебя семья есть? Дочь и сын. Сделай так, чтобы им в жизни больше повезло, чем нам. И это, слышь, Димон, я не знаю, как бы я поступил в той ситуации. Кажись, я на твоем месте. Вот это все в «Бумере» и происходит. В автомобиле вот дверью хлопнул, дверью хлопнул герой Водовичанкова, и что-то ему еще сказал герой Андрей Мерзликин. Что он именно сказал? Это спецвопрос. Там такая коротенькая фраза. Теперь вопрос от наших гостей. Екатерина. Тут уже звонок, Владимир. А, уже звонок. Да что ж такое? У нас же не ждут, когда звонок закончишь. На низком старте у нас сегодня слушатели. Видимо, есть люди, которые от фильма наизусть знают. Да, но я напомню, что за ответ на этот спецвопрос вы получите как раз-таки билеты на спектакль «Друзья». Так, у нас все привязано. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, ну чтобы время не терять, что там произнес в конце этого диалога? А можете повторить последнюю фразу? Я, честно говоря, не припомню. Что там? Я не знаю, как бы ты поступил в эту ситуацию. То есть, тем самым он вроде как прощает, да, за то, что в первой части умер герой Мерзлики, но он уехал, не дождавшись. Я не знаю, что бы я сделал на твоем месте. И все, дверь закрыл и уходит. А Димон что-то еще сказал. Очень такой. Нет, неверный ответ. Ждем следующего звонка 211-101. Нам нужно сейчас прерваться на небольшую рекламу, затем продолжим розыгрыш. Не прощаемся. Культпоход. Мы продолжаем. Мы продолжаем экзотик-шоу. Такая цирковая программа в эти дни. До 2 декабря идет в нашем Кировском государственном цирке. Замечательные артисты цирковые сегодня с нами. Екатерина Запашная, Тофик Ахундов. Я напоминаю, что был уже спецвопрос. Думайте, ломайте голову. 211-101. Вспомните, что там герой Мерзликина ответил. Герою Водовиченкова звоните. Пока задаем следующий вопрос. Екатерина, пожалуйста. Мы сейчас примем звонок. Озвучивайте вопрос. Ну давайте, просто я подумала, чтобы полегче был какой-то вопрос. Давайте назовем, сколько у меня собак. Я не знаю, просто если есть люди, которые меня читают, то тогда они быстренько ответят. Ну, может быть, это не моя аудитория. То есть сколько собак у вас вообще или вот на этом представлении? Вообще, сколько у меня собак. Мерзлика запах. Да, вот диапазон давайте поставим от 15 до 25. Пускай конкретно... Или это большой очень диапазон. Да, нет, нормально. И тогда попросим, ну, если будет ответ, например, с разностью в одну... Собачку. Собачку. Ну, давайте. Хорошо, хорошо, да. Вот 15 до 20. Вот такой разборок. Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Александр, пожалуйста, ответ на вопрос. Я бы хотел ответить на вопрос по бумеро. Ну, что ответил там? Спасибо тебе, Димон, за все. Нет. Нет, это вы... Да? Это другое. Димон, это герой Мерзликина. Вот он ответил герою Вдовиченкова, коту Константину. Ну, давайте я сейчас дам варианты ответа. Хорошо, он там ответил такую... Он там сказал такую фразу. Ну, ты и свинья, ну, ты и дурак, ну, ты и упертый. Ну, ты и дурак, скорее всего. Нет, неправильно. Увы, ждем следующего звонка. 211-101. Ну, уже есть два варианта. Ну, уже есть, да, да, да. Вот. И не забывайте вопрос в эфире у нас. Сколько собак у Екатерины Запашной? А это все собаки или кто-то еще в загашнике там держится? Все выступают? Нет, у меня есть старики. Нет, у меня есть наоборот, не запасные, а есть старики, кто уже в силу возраста, да, уже не может выходить в Манеж. Это уже лет 15, там ближе? 13, 12. Ближе полутора десятка. Да, 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 вот. Они все равно с нами, они все равно ездят, да. И поэтому, как я могу сказать, что их нет, они, конечно же, есть. А вот эта собачья труппа, там, родственники между собой есть, наверное, да? Ну, есть, конечно, да. Мама, папа, сын, дочь, братцы, страшно. Да, мамы, да. Обычное дело. Добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, да. На какой вопрос отвечаете? Ну, я думаю, может, 20 собак, 20. Ну, 20, да, 20, да, угадали. Ой, ура, у меня некуда подсмотреться. Светлана, определяйтесь с призом быстренько, что хотите получить. В цирк. Правильно все, воскресенье в два часа в цирк. Не кладите, пожалуйста, трубку с нашим ведомством. Да, не кладите трубку, редактор вам все объяснит. Тофик Гусейнович, ваш вопрос. Поближе к микрофону, пожалуйста. Какие самые опасные животные на первом месте стоят на африканском континенте, то есть в Африке? Для человека. Да, для человека. Рекомендую сейчас вспомнить. Не надо ничего подсказывать. Род деятельности, кого Гусейновича. Я даже знаю, кого первым назовут, если ты не можешь подставить. А можно я отвечу? Я хочу книги забрать. Опасные мы имеем в первую очередь по опасности, которые они представляют для человека. 21.101. У нас еще масса призов. Причем ответ довольно неожиданный. Вот для меня, честно говоря, был, да, я бы про них не вспомнил, наверное. Можем, конечно, честно назвать. Тем более в детских сказках они ведь всегда такие лапы добрые. Мне Чуковский вспоминается, да? Да, 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 конечно. Тихо, 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 тихо. Все ты расскажешь. Абсолютно, абсолютно. Как проводите свободное время в нашем городе? Куда ходите? Вы говорите, что очень Екатерина благосклонно относитесь к нашему городу, несмотря на все его недостатки. Вы знаете, я как-то не заметила еще свободного времени у себя, чтобы как-то куда-то выйти. Я не знаю, почему-то очень... Ну, супруг, супругу может пригласить в какой-то кировский ресторан сходить? Ну, да, мы были уже в нескольких местах. Ну, я не знаю, в эфире можно это называть? Да, можно, конечно. Ну, вот вы ходили в Царское село, ходили в фабрику, и там, и там мне очень понравилось. На уровне, да? Да, да, я считаю... Причем, знаете, разница-то какая, что у вас есть места, где сервис очень высокий, а цены кировские? Не в московске. Да, цены кировские, да. То есть, грубо говоря, все то же самое, но поедет, допустим, я в Сочи или в Москву, я бы заплатила за это в три раза дороже. А сервис мог бы быть и похуже. Ну что, у нас есть как раз... Ну, пару слов, может быть, о местах... Давай ответим, а потом продолжим. А, ну, хорошо. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Константин. Константин, вы будете говорить про самых опасных животных в Африке? Да. Или про варианты там еще. Говорите. Спецвопрос. Про животных. Да. Гиппопотам. Бинго! Он же бегемот. Ответ правильный, он же бегемот, да. Константин, определяйтесь с призом. Дорога на Остапово. Дорога на Остапово. Прекрасная книга совершенно, да. Прекрасная книга. Особенно для тех, кто... Не кладите, пожалуйста. Да, любит Льва Толстого. Не кладите. Ваши любимые места, пару слов. Ну, те места, которые нравятся в Кирове. Где вы бывали? Где вас можно встретить до 2 декабря, возможно, на прогулке? Где гуляете с бегемотами? Взять автограф, фотографироваться вместе с вами. С бегемотами сейчас мы не гуляем, они теплоребивые животные. Для них вообще какая комфортная температура для бегемотов? Ну, бывает, есть места в Африке, где они водятся. Бывает там температура зимой 15 градусов, 14. Но они прохладно нормально? Это когда у них там... А у них еще зима, да, в тропиках-то еще бывает? Ну, не зима, а... Ну, как бы в зимнее время года. Допустим, возвышенность какая-то, понимаете? Там ночи прохладно, прохладно может быть. Но, в принципе, они у меня родились... Вот те, которые сегодня у меня, они родились в Израиле. А в Израиле температура воздуха в зимний период, ну, максимально это плюс 10. Я был в январе в Иерусалиме, но плюс 15 было днем. Даже, видите, плюс 10, плюс 15, вес так вот, да? Да, плюс 15, плюс 13, 12. Так что наши минус 5 им ни к чему. Ну, они в озере были, в общем-то они в воде находятся, в воде там нормально. А, кстати, учитывая их любовь к кодным процедурам, вы как в цирке это учитываете? Ну, у нас бассейны, они в бассейнах находятся такие, из нержавейки бассейны. А в дороге едут там тоже большие бассейны. То есть большую часть жизни они все-таки в воде должны проводить? Они всегда же в воде? Да, они целый день в воде выходят там, полежат, покушают. У них свобода, абсолютная свобода. Хотят в воде, хотят без воды выходят. Они же, ну, как вам сказать, они амфибии. Они не то, что водные, они амфибии. Вот как киты, они поднимают голову, дышат. Но они ведь родственники китам. Да, поэтому, да, они китообразные. У них меняются зубы на протяжении всей жизни. Да, сколько зубов у взрослого гиппопатома? Одни падают, другие растут. Вот это только у китообразных. Сколько зубов у взрослого гиппопатома примерно? Ну, где-то 32-34 примерно. Как у нас? Владимир, есть желающий ответить на твой вопрос? Спецвопрос, да, видимо. Алло, добрый день. Добрый день, это снова Светлана. Раз вы подсказываете, то я отвечу, что, ну, ты и упертый. Да, это правильный ответ. Действительно, эти слова там. Вы Светлана тоже упертая, заметьте, да? Ну, вы Светлана и упертая. Есть, конечно, возможность придемонстрировать, но ввиду того, что, ну, то есть в записи у меня есть кусочек, но время просто поджимает. В общем, поверим всем на слово, что он это сказал. Тем более, мы все с этим согласны. В общем, поздравляем вас. Вы действительно пойдете на спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина, Дмитрия Мухамедеева и Константина Юшкевича. 22 ноября, филармония, 7 часов вечера. Подробности на сайте artgastroli.ru. Возрастное ограничение 16+, надо повторить. Так, следующий вопрос. Музыку послушаем, да, Николай? Да, немножко музыки, да, немножко рок-н-ролла, да. Ну, так как завтра у нас тоже праздник. Точнее, да. День сотрудника правоохранительных органов. Соответственно, группу для примера я избрал профильную. Она называется «Адополис». Была такая группа у нас, да? Помните такую? Да. Помню. Все почему-то думают, что это «Стинг», да. На самом деле создал «Нистинг», руководил ею «Нистинг», руководил ее Стюарт Коплин, барабанщик. И, собственно, из-за конфликта они в конце концов распались. Вот. Фрагментик, пожалуйста. Что-то засинкопировали. Помнили, да, конечно, синкопированные, они же очень любили такие синкопированные вещи. Хотя начинали они как панки, и в том-то и дело, вопрос-то будет как раз связан с корресейшем. Они начинали как панки. И Стюарт Коплин хотел играть в случае для панк-рок. Вот. Но остальные товарищи как-то стали противиться, у них получился вот такой замес. И популярность очень долго не приходила. И вот тогда они сделали вот это. Я сейчас скажу вам три варианта ответа, что они сделали. После этого панки их перестали любить, а за то деньги они стали зарабатывать. Очень хорошие. Они отрастили бороды. Они покрасились в блондинов. Они нарядились в стильные костюмы. Что же они сделали в 78-м году? И после этого все покатило хорошо. И пошло у них все как по маслу. Пошло как по маслу, да. 10-11-101, у нас пару минут, чтобы вы успели дозвониться. Тофик Гусейныч, вы когда-нибудь пробовали бороду отрастить? А покраситься в блондина, так уж если поддержать разговоры. Вот за всю свою жизнь я один раз отрастил город. И то такую, знаете, очень маленькую. Это было сделано специально. Мне предложили сняться в фильме. На Мосфильме шел фильм, когда я студент циркового училища был. 26 бакинских комиссаров. Да ладно, да. И мне одну из ролей хотели на пробу. И я эту пробу не прошел, не знаю почему. И бороду, соответственно. Да, у меня отец на Мосфильме всю жизнь работал художником. Гусейнахундов, да? Да, да, да. Он фильм «Идиот» с Пырьевым работал. Еще там много-много фильмов. Он полжизни там проработал. Он член Союза художников был. У него и выставки были в Москве. Он всю жизнь в Москве прожил. Он с моей матерью разошелся давно. Но потом говорит, давай, чтобы ты приехал, поступал в училище. Я поехал, поступил в училище. И поэтому я все это знаю. Давайте примем звонок. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья. Наталья, да. Ну что ж, что сделала наша троица? Покрасились блондины? Да, они все были не блондины, они подкрасились блондинов. Я тоже так подумала. Да, они подкрасили блондинов. Дело в том, что им рекламная акция подвернулась. Надо было что-то рекламировать. Там требовали только... Как здесь, бороду отпустили. Покрасились панки, их возненавидели, потому что неправильно. Там надо ирокез, а не вот что. Ну так же и у меня было. Меня тоже продюсер попросил. Денежки покатили сразу. Да, Екатерина Блонзенко. Совершенно правильно вы ответили, что вы хотите получить. Ой, я даже не знаю. Можно есть редактор? Конечно. Что можно? Редактор? Да, конечно. Можно поговорить с редактором. С нашим редактором Анной будут жесткие дискуссии по поводу призы. Хорошо. Остается буквально минута у нас. Ежедневно представления даются по два. Да, представляете? Нет, суббота два, воскресенье одно. Суббота два, воскресенье одно. На неделе в будние дни? Нету. Нету. Только выходные. Только выходные, да. Как поддерживаете себя в своих подопечных в форме? То есть ежедневные репетиции, как обычно? Да, конечно, обязательно. У нас есть авиза, согласно которому все репетируют. То есть утро начинается с того, что каждый артист, согласно времени, прогоняет свой номер. И это происходит каждый день, кроме понедельника. Ну и дополнительно, кто еще, грубо говоря, физической силой работает, там, воздух, еще что-то, тренажерка обязательно. Ты должен быть сильнее. Безусловно. Да, чем, чтобы один раз отработать. То есть у вас как бы спектакли два раза в неделю, два дня в неделю, а работаете вы каждый день, кроме понедельника? Ну конечно, кроме понедельника. У нас есть один официальный выходной, это понедельник. Со вторника у нас репетиции, то есть как бы манеж уже занят. Тофий Гусейнович, буквально минута, распорядок у гегемотов какой? Ну, вот как Катя говорила, кроме выходных, я еще у нас понедельник выходной официально, но я во вторник тоже не репетирую, потому что я потом даю им нагрузку. Вторник, среда, четверг, пошло, пошло, пошло. Какую нагрузку? Ну, по репетициям. Гулять, двигаться? Это такие животные, их надо постоянно держать в форме, потому что... Вы их по манежу гоняете? Да, бегают, ходят. Последний вопрос, тоже, как человека далекого от этих вещей, что едят и насколько много едят гиппопотамы? Едят по 30 килограмм в день общего корма. Это что такое общий корм? Они вегетарианцы, они едят все растительное, ну, капуста, картошка, морковка, свекла. И 30 килограмм в день каждый? Запаренный, дробленный овес, запаренный, чтобы усваивался хорошо. Отруби, ну, немножко там, немножко соли, немножко сахара, немножко там дрожжей. В зимний период, этот, рыбий жир, гранулах, чтобы не... Витамин D? Да, чтобы запаха не было. Мел кормовой для таких, для животных. Ну, в общем, следим за ними. Ну, вы и щепетильно, видимо, следите за их профессионалом, да? Следим, поэтому, когда зеленые вот говорят, там, это, конечно, они даже многого не знают. Это вот те, кто протестуют против цирка с животными? Да, здесь ухаживают за ними, как за детьми, понимаете? Вот у Кати, у нее собаки, да, там, она за ними следит, ну, ее ассистенты, служащие, следят за этим. Как за детьми, так и здесь, вот, смотри, чтобы они были сыты, чтобы они были, чтобы у них была чистая вода, чтобы открывали форточку, проветривали ком, это помещение, где они находятся. То есть за ними следят, понимаете, по-настоящему. Вот. Ну, бывали случаи, там, какие-то, знаете, звериные чувства у них. Ну, это у всех семейные безуродов, да, бывает. Но, в принципе, это нет. А в неволе, в неволе, они, во-первых, меньше живут, раз. То есть на воле. На воле, да. На воле. Меньше живут, раз. Часто умирают от того, что нечего кушать, понимаете? Засуха, там, все, они бедные. А кушать надо много? Да. Засуха, понимаете, все это. Вот. Ну, и поэтому в неволе намного больше живут они. До 50 лет. Ого. Я еще читала, что сейчас... 20 секунд, Екатерина, мы уже должны завершать. Да, то, что сейчас количество бегемотов катастрофически сокращается в Африке. Причина очень банальная. Голод. Люди истребляют. Понятно. Просто из-за голода. В Африке нечего кушать. И недавно вышла статья, кстати, очень такая аналитическая по поводу, что с нашей планеты 60% животных просто больше не вернешь. И все, причина не как говорят массово, а причина совершенно банальная. Отсутствие леса, экология, глобальное потепление и голод у людей в пропитании. Так что тут не с этим боремся, ребята. Спасибо, к сожалению, мы должны уже убегать из эфира. Дальнейшего вам успешного пребывания в нашем городе, уважаемые наши слушатели. До 2 декабря. Экзотик-шоу работает в Кировском государственном цирке. Спасибо большое, Тофик Ахундов и Екатерина Запашина. Мы на этом программу завершаем. Всего доброго. До свидания. До свидания. Культ Пахвот